Слава Святому Богу! Слава Господу миров! Слава тому, кто своего Сына не пощадил ради спасения всего человечества. У меня сегодня очередное хлебопреломление. По некоторым сведениям, меня не принимают из-за этого. Но это завет с Богом. Поэтому я вышла в эфир, где идет дождь, говорить на важные темы. Бог все делает вовремя. И сегодня он мне показывает статью «Спасительница меры. Предсказания. Предсказания ностердамца. Планету спасет мессия». Тут есть предсказания Эдгарда Кейси, Аймад Рей. Все очень интересно. Даже предсказания Распутина. Когда придет время очищения, множество духов вернутся на землю и примут те формы, которые уже имели они в прошлом. Во многих селях царского села будут жить воскресшие, которые только доверенные смогут слышать. Здесь будут твориться чудеса. Великий епископ приедет в Петербург и колокола всех церквей будут его приветствовать и объявят о мире. Тогда в Петербурге встретятся три царя. Единственный амбар насытит Европу. Это интересные вещи. Хотя Распутин, я ему не доверяю, как развратному человеку. Не хочу цитировать развратного, конечно, просто прочитаю. Не буду комментировать. В закатные времена вы увидите чудеса и страдания, но вы увидите также царство теней в образе человеческом. Не отрывайте взглядом от востока России, ибо оттуда и придут новые пороки. Придут новые пороки. Представляете, они подготовят путь Господа, который в Блеске тоже придет с востока. Вот Господь творит все новое. Я говорю, когда есть ошибка, там подвох. Представляете? Настардамус тоже говорит о России. Но Распутин рассказывает, что не отрывайте взглядом от востока России, ибо оттуда придут новые пороки. Хотел сказать, пророки. Потому что дальше следует. Они подготовят путь Господа, который в Блеске тоже придет с востока. Ну что? Каждый пророчествует по уровню своего сознания. А лучше сказать, через свои грехи видит все. Понимаете? Поэтому у него пророки превращаются в пороки. Да. Я не хочу о плохом, но тут очень много плохого. Вплоть до того, что вся Земля будет уничтожена, цивилизация исчезнет и так далее. Я проповедую и благовествую. Потому что жизнь вечная на Земле. Тут тоже очень много откровений, конечно, именно о жизни на Земле. Потому что другое не дано разве только под землей. Тогда давайте все сейчас начнем все вместе рыть. А может все-таки воздавать честь и славу Богу, который на небе. А на небе ваши имена записаны, которые могут быть вычеркнуты. Много пророков говорят через свои сердца. Я сейчас благословляю. Сердца бывают разные. Бога. И благодарю Бога за то, что Он дал мне такую возможность иметь веру Божию и действовать по обряду, который Бог заповедует. Мы живем в материальном мире и совершаем обряд хлебопреломления, чтобы воспевать славу Богу, благодарить Бога за Сына Его, который пролил свою святую кровь за грехи человечества. Я верю, что Бог мне сейчас не даст сказать лишнего и помажет на проповедь Слово, которое даст хотя бы в десять раз большему количеству людей принять то, что я говорила. Настардамус. Какая-то перемена произойдет в октябре и будет такой, что люди подумают, что тяжесть земли утратила свое естественное движение. И что земля погрузилась в пропасть вечного мрама. Весной будут затмения, а затем огромные перемены, неспровержения царств и сильные потрясения. Все это будет сопровождаться созданием нового Вавилона. Жалко тщери, обогатившийся мерзостью первой трагедии. Он будет существовать не более чем 73 года и 7 месяцев. По подсчетам, это Советский Союз. Именно в октябре. Это было пророчество о Советском Союзе. То есть Настардамус провождеством о том, что Советский Союз это вечный мрак. Весной будет затмение, а затем огромные перемены, неспровержения царств и сильные потрясения. Все это будет сопровождаться созданием нового Вавилона. Интересное пророчество, конечно. Весной будет затмение, а затем огромные перемены, неспровержения царств и сильные потрясения. Неспровержение царств. В чем оно заключается? Вот такое пророчество. Да. Странные города, царства и провинции, оставившие свои прежние обычаи, чтобы обрести так называемую свободу, а в действительности лишь поработившие себя еще больше, в тайне устанут от своей свободы и, утратив свою совершенную религию, начнут уклоняться влево, затем повернуть вправо. Интересно. Влево и вправо. Влево и вправо. Вправо это националист, а лево это социализм. Совершенную религию начнут уклоняться влево, а затем повернут вправо, националист. Вот между этими вещами постоянно и движутся умы людей. А поклоняться нужно единому Богу и, конечно, воспевать славу тому народу, среди которого ты живешь, благословлять его хотя бы, хотя бы молиться и проповедовать живое слово. Вот. И когда дальше тут идут пророчества о том, что будет конец света, если люди не обратятся, если что-то не сделают, если как-то не так будут делать, то будет конец света, все разрушится. Здесь говорится, так может начнем молиться все вместе? А почему бы не начать молиться и благословлять? А вы не убеждены, что именно благодаря молитвам вообще все у нас творится? Даже мир. Я усилила сейчас молитву за свободу Украины. И будет еще лучше усилила молитва. Я благодарю Бога за мудрость, которую он мне дает. Миссия России говорит Бейли какой-то. Я не знаю, кто такой. Да. Согласно с юридическим решетом Росстардамуса, данное событие произойдет вскоре после 2025 года. Будет установлен великий мир, сопровождая союз и согласен людей противоположных взглядов, разделенных границами царства. На 50-й параллели. Затем из ветви, которые считали бесплодным на протяжении столь длительного времени, от 50-й параллели, произойдет тот, кто обновит всю христианскую церковь. Вот я на 50-й параллели живу. Меня, я бесплодная практически, да, на протяжении длительного времени. Вот. И пытаясь объяснить, что Бог нас любит и в церквях нужно что-то менять. Особенно понятие и откровение вечности. Потому что благодаря лжеучениям, благодаря тому или вопреки, или к сожалению от того, что священники не ищут времён, не познают. А Иисус об этом предупреждал. Что вы не видите времён. Не видите, не хотите видеть, закрывайте глаза. Мы проповедуем жизнь после смерти и благовествуем вечность гробовую. В гробу вечность, понимаете? Потому что, вообще-то, если читать внимательно Библию, то написано, что в гробе нет созерцания. Там ничего ты не увидишь. И будущего нет. Реинкарнация это правда. Я уже сняла первую печать. Вторую печать этой реинкарнации. Первая печать о том, что мы созданы в паре. И это важно. И не важно, почему ты так Бог сотворил, что иногда спасается нетрадиционная пара. Поэтому давайте боимся Бога. Он боится Бога. Это не желать ближнего того, чего сам себе не желаешь. Если тебе не нравится какой-то человек, подавай на него в суд. И суд решит, сколько ему сидеть. Раньше садили голубых. За что? Что они сделали? Как они нарушили десять заповедей? В десяти заповедях нет такого. Там нет такого, что не живи с мужчиной. Там такого нет. Есть временно написано, что те, кто имели жён, имеют близость с мужчинами. Так это развратники. Те, которые имея жён, ещё прелюбодействуют с мужчинами. Это просто развратники. Которые из-за своего мирского ума просто не определились в своей ориентации. А есть люди, которые определились в своей ориентации и не будут изменять свои половинки. Из-за того, что люди разратники. Из-за этого Бог так сотворил. Что у некоторых нетрадиционная любовь. Вот так. Чтобы вы разобрались ко всему. Тут дальше идет пророчество о царях. Ну, я не буду рассуждать о царях. Бог знает, что он делает. Если Россия захочет массово себе царя помогать на престол, чтобы потом сын его стал... Ну, рождаемое заканчивается. Так что я не понимаю, о чём будет. Зачем он царь, если в современных политических устройствах президент и парламент? Зачем он царь? Зачем он возвращаться назад в феодализм? Если в Англии королева, так это номинальная королева. Ну, в принципе, вы сами допустили, что у вас президент самый богатый человек мира в России. То есть покайтесь просто. Зачем же тогда кого-то винить? Или Бога винить, что у вас так всё плохо? Ну, вот недостатка винения будет. Надо учиться. Да. Из славян произойдет народ, который образует последний из семи подрас арийской эпохи. Перечисляются расы. Ну, это важно, конечно, у нас не сегодня. И дальше. Новый лидер России долгие годы будет никому не известен, но однажды неожиданно войдет во власть благодаря силе своих новых совершенно уникальных технологий, которые более ни у кого не будет, чтобы ему противостоять. А затем он возьмет всю высшую власть в России. Свои руки никто не сможет ему противостоять. Впоследствии он же станет властелином мира. Станет законом, несущим свет и пресветание всему сущим онопланетям. Эдгард Кэсси. Мне кажется, Кэсси поручился через уровень своего сознания. Здесь кто-то не то сказано. Дальше. В 2014 году изменится карта мира. И это произойдет в том числе на России. На России. Это разится на России. Говорят, что Путин уже сказал в Украине. Он уже покаялся, Путин. Первый раз где-то выступал и сказал в Украине. Это интересно. Он, наверное, уже показывал. Так что ждем мира. Спасибо Богу. Также России предстоит отразить крупную атаку террористов. Пророчествует какой-то Джон Айад Египет. Представляете? В 2014 году. России. России предстоит отразить. Вот вам все пророчества. Представляете? А у нас бедная Украина страдала от террористов. Назвали антитеррористической операцией. В 2014 году. Это будет достигнуто. Также России предстоит отразить крупную атаку террористов. Это будет достигнуто благодаря все данным структурам, благодаря новым технологиям, о которых мы не знаем, но которые на самом деле самые совершенные люди. В 2014 году. Изменится карта мира. Ну и люди возрадовались. Крым наш, да? Получается. Настоящий посвященный появится публично в самом конце нынешней эпохи. Это произойдет тогда, когда достаточно большое количество рядовых граждан Сами пожелает добровольно подчиниться такому вождю. Прорицатель Макс Геннер. Ну тут я абсолютно согласна. Абсолютно. То, что есть, то есть. Никто не заставит. Астрологи всего мира предсказывают нового мессию, нового лидера, который изменит нашу цивилизацию. Как мы должны изменять новую цивилизацию? Молиться Богу должны. И в этом поклонении Богу, познание нашего Творца через жертву Иисуса Христа обязательно. Только через жертву Иисуса Христа мы можем понять, что Бог нас любит. Что люди мы злые. Распяли Христа. Ни за что распяли. Из-за зависти распяли. Потом обманули иудеев. Сказали, что Он не воскрес. Его ученики украли с гроба. Очень красивая молодая девушка или женщина. Мне сложно объяснить, в чем заключается ее красота. Да, она очень красивая, но красивее какая-то внутренняя красота. Эта внутренняя энергия заполняет все пространство вокруг. Природа благоухая и радость встречает эту девушку. Природа возрождается. У нее густые темные волосы, откинутые назад, как будто заплетенные в косу. Лицо ей немного широковатое. На лбу у нее какое-то украшение похоже на знак. Возможно, третий глаз. Но он хорошо видит. В этот мир придет женская энергия в образе этой девушки. И тогда, возможно, не будет войн и голода, разврата нищеты. Природа возродится. Вера Леонт, казахская ванна. Она оказалась пророком, но она уже умерла, насколько я знаю. Потом будет карлик с черным лицом. Мне кажется, тут пророчество Юлии Тимошенко. И люди не приняли ее. Ну, обманули. Обманулись. Обманулись. Сатана украл информацию. Так что Зеленский сейчас плачет и возмущается, что Россия врет. А сколько приложило усилий 95-я бригада, да? Как ее назвать? 95-й квартал. Чтобы перекрутить сознание людей, молодежи особенно. Это ваши слова. А Тимошенко не дали мне что-то доказать моим племянникам, например. Так что ложь. Это действительно очень страшно. Очень страшно. Поэтому мы так живем. Войны бы не было. Однозначно. Потому что Бог святой. Потом будет карлик с черным лицом. Потом дама. Как он пишет, жена большого роста. Вторую он еще назвал золотовласая женой. Василий Немич, например. Дальше. Не знаю, о чем речь. Промелькнет метеором меченый. И на смену ему придет хромой увечный, который будет страшно цепляться за власть. Потом великая дама с золотыми волосами приведет тройку золотых колесниц. В образе реальной женщины, смелой и преследуемой власти, способной круто повернуть историю великой нашей страны и великого нашего народа, возникает проще захватывающий не только арсийный мир. Ну, от того, что мы Русь, тут немножко путается понятие, я так думаю. Хотя Украины стали, а были Киевская Русь. Что дальше говорить? Кому что доказывать? А Бог святой. Бог святой. Фразы из введения золотого века Иоанна Иерусалимского. Люди наконец-то откроют свои глаза. Потому что прибудет женщина, чтобы царствовать в высочайшей степени. Она обусловит ход будущих событий и предпишет свою философию человеку. Она будет матерью этого тысячелетия, следующего за этим тысячелетиям. Она будет после эпохи дьявола изучать ласковую нежность матери. Болезни будет излечивать до того, как они проявились. И все будет лечить себя и друг другом. В сообществе это псалома колесница. И всем украшение твоим распеши. Повсять на колесницу ради истины, кротости и правды. И действица твоя покажет тебе дивные дела. Этим словом, я его потешал. Когда я брала ноги в руки и ездила поддержать Юрию Тимошенко, которую Янукович спрятал в Харьковскую колонию. Этим словом, эти слова звучали, вдохновляли на то, чтобы поддерживать ее в молитве. Молитвой. Ради истины и кротости и правды. Аминь. Когда же дракон увидел, что незвежина земля начала преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея. И там питалась в продолжении времени и полвремени. И пустил змей из пасти своей всей жены в воду, как реку, добавляющую руку. И это все человечество. Это все люди злые, завистливые. Все люди. Вот это змеи, да. Человеки змеи. Горынычи. Которые, ну, наворовали и тянут эту игру греха на себя вервями, как написано в Псалме. Тянуть вервями. Не просто, что им мало. А потому что это же надо украсть, чтобы подкупить суды, прокуроров. Понимаете, все больше и больше, чтобы откупиться. А потом надо армию свою маленькую организовать. Мафия называется. Организовывать армию себе, чтобы бандиты тебя защищали. Вот такая правда. А люди верят вот таким, может, сам. Да, тут рецензии, конечно, о Крыме. Карта мира. Резкая Россия. Резкая Россия. Главное. Логика. Логика железная. Россия защитит себя от крупной террористической атаки. Защитила себя Россия от крупной террористической атаки. И резко Крым стал нашим. Логики никакой. Так кто от чего защищался? Была Украина с Крымом. У России была какая-то террористическая атака. И Крым стал расистским. Ну, вот. Вот это вот лжепророчество. Ну, явно, что было лжепророчество. От того, что люди злые. От того, что не любят людей. Что, знаете, не ограничены своей жизнью. Да, в Коране хорошо написано. Живут от того, что мы им даем. Так в Коране написано. Живут от того, что мы им даем. Значит, это не красть, не посягать ничего, даже не мечтать. Считается, да, тайна Аквареля Анастадамаса это очень хороший анализ, конечно, глубокий. Вот. И в рисунках Бог много чего дал. Я уже не хочу на этом останавливаться. Но тут идет интересная информация. Женщина прямой потомок царя Давида получит инструкции для перехода и два ключа к их чтению. В своих рисунках Анастадамас информирует, что два ключа для расшифровки и чтения инструкции для перехода будет свыше данной женщины, которая будет полностью проинформирована об этом событии. Анастадамас также информирует, что эта женщина прямой потомок царя Давида, создателя Псалмова. Так мать этой женщины единственная реинкарнация царя Давида в женщину. Ну, извините. Но муть. Честно, мать этой женщины единственная реинкарнация царя Давида в женщину. Логики никакой. А почему не отец единственной реинкарнации? Так что, Давид был голубым? Ну логики никакой, абсолютно. У этой женщины есть родная сестра, которая помогает ей принимать и расшифровывать информацию свыше. Таким образом, обе сестры являются прямыми потомками царя Давида. Настардамус указывает дату рождения женщины, которой даны ключи. Она родилась год быка под знаком весы, а также некоторые другие внешние особенности двух сестер для лучшего познания. Таким образом, обе сестры являются прямыми потомками царя Давида, потому что мать реинкарнация Давида опять пророчествует Беллиберду. Но мать потомок царя Давида, но голубые это проклятие, лесбиянки это проклятие. Такие вот гомофобы. И пророчествует такую ночь. Следовательно, в своих рисунках Настардамус указывает двух людей. Прямым потомкам царя Давида, которым совершено свыше предать человечеству инструкции для перехода человечества на высший уровень материального мира для продолжения жизни. А также для ключа для чтения символики сознания, которыми эти инструкции написаны. Ну конечно, Бог смеется. Вам нужны инструкции. А может просто молитва? Это вы что хотите сорвать плод с древа жизни? Ну так там же стоит ангел, который отрубит вам эти возможности. Понимаете? То есть поклонитесь единому Богу. Ищите Отца Небесного, Который на небе. Не ходит Он на плоти. Не ходит. Иисус Христос умер за грехи человечества и был вознесён во славе. Поэтому Евангелие проповедано по всему миру. Будьте благословены все, кто любит Господа Иисуса Христа.